С чем у вас ассоциируется фраза «самый быстрый универсал в мире»? Наверняка это Audi RS6 или какая-нибудь топовая версия Panamera Sport Tourism. Что ж, могу вас уверить, что это не так, по крайней мере с этого самого момента. Все дело в том, что компания Porsche всего сутки назад представила самый быстрый и по совместительству самый мощный универсал в мире. Имя ему Taycan Cross Tourism. Что ж, давайте разбираться, что там немцы наворотили и чем это аукнется другим автопроизводителям. А также не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, так как без вашей поддержки нас бы не было. Новый Taycan Sport Tourism настолько бешеный, что ему нипочем не только Audi RS6, но даже BMW M5 Competition и ее более хардкорная версия CS. По крайней мере в разгоне до первой сотни. Хотя, глядя на электрический универсал, этого никогда не скажешь. Внешне новая версия Taycan выглядит мило и по-домашнему притягательно. Нет даже намека на агрессию и лучшую динамику в мире в этом классе. Внешне это тот же Taycan, только с увеличенным на 20 мм клиренсом, нелепой защитой по периметру кузова, более массивными крыльями и, конечно же, плавной линией крыши, которая обрывается на багажной двери. Перед нами самый настоящий универсал с повышенной проходимостью. Некий аналог линейки Allroad от компании Audi. Хотя маркетологи Porsche за такие сравнения, скорее всего, сожгли бы меня на костре. Но имеем то, что имеем. А вот салон от такого типа кузова только выиграл. Сколько раз обычный Taycan ругали за тесный и узкий интерьер. Что ж, видимо, в версии Cross эта проблема частично решена. Универсал выше и длиннее своего собрата, а также может похвастаться большим объемом багажника. А общая концепция интерьера осталась прежней. Новый Taycan Cross Turismo будет доступен на старте продаж в четырех версиях. Все варианты будут комплектоваться адаптивной пневмоподвеской, опционально на выбор 20 или 21 дисками, двухмоторной силовой установкой и 800-вольтовой аккумуляторной архитектурой. Никуда не делась и двухступенчатая трансмиссия, а также доступен внедорожный пакет, позволяющий увеличить клиренс еще на 10 мм и предлагающий несколько предустановленных настроек для подвески и управления тягой. Самая слабая версия Taycan 4 Cross будет выдавать 380 сил и 500 ньютон метров момента. А в режиме овербуст кратковременно отдачу можно увеличить до отметки в 476 сил. Такая мощь позволит полноприводному универсалу разменивать первую сотню всего за 5,1 секунды и развить скорость в 220 км в час. Самой быстрой версией выступает модификация Turbo S. Ее двухмоторная установка способна порадовать табуном в 625 сил и моментом в 1050 ньютон метров. А в режиме овербуст универсал способен выдать 761 силу и разменять первую сотню всего за 2,9 секунды, что делает его самым быстрым и мощным серийным универсалом в мире. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км в час. Все версии оснащаются батареей емкостью 93,4 кВт-час и в зависимости от мощности запас хода варьируется от 388 до 456 км. Для всех версий доступны несколько внешних пакетов и более 21 тысячи вариантов комплектаций. Цены на новый Taycan Cross Tourism начинаются с 90 тысяч долларов за базовый вариант. В целом автомобиль получился достаточно противоречивым. С одной стороны бешеная динамика и отличная практичность, а с другой – маленький запас хода в реальных условиях и невзрачный внешний вид в сравнении с более дешевыми конкурентами. В любом случае, новинка найдет своего покупателя. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте о группе в инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok